Ну вот, это уже последний сюжет. Сижу, мерзну в неотопленном домишке, но греет меня мысль, что то, что я рассказываю, оно кому-то надо. Вот, с детства помню выражение, как же называлась эта книжка «Стажары», по-моему, «Стажары», и там была фраза «Если звезды светят, значит, это кому-то нужно». Прекрасная фраза. Я надеюсь, что это такой же случай. Посмотрите на это чудо. Вот, как с этим разобраться? Ну, давайте вначале посмотрим за окно. Видите, так же сложилось, не собирался я. Вот это вот красная вишня, прекрасная вишня, дикая вишня совершенно. Это, я ее называю, вишня сибирская штамбовая, а еще называю, в скобках, одичавшая, Владимирская. Видимо, переселенцы привезли. Самая главная ценность – это штамп. Вот, но, тем не менее, дает отводки многочисленные, это ее дети. Получается, это единое целое, и даже когда спроса нет, поэтому, видите, они уже перерослих, надо вырубать будет корневые отводки. Но, тем не менее, представляет величайшую ценность, как штамбовые саженцы, корневые, вот, а корневые отводки, а в этом их тоже прелесть. Представляете, где их можно посадить? Там, где близкие грунтовые воды. А климат, допустим, позволяет иметь роскошную вишню, значит, не просто посадить, где близкие грунтовые воды. Корни позволяют, они вширь идут, они вниз. Вот, так еще на них, может, черешни привык, и культурные вишни. Вот, и так постепенно, я сейчас подхожу к главному. У меня в большинстве случаев, это просто отвлеченный пример, другой раз бы не вспомнил. Вот. Если у меня еще вариант, например, там, на том участке, за моей спиной, точно такая вишня, точно такие же отводки. Я решил приговорить вишню, то есть она будет выпилена, хотя она дает несколько ведер кислых плодов, но лучше, чем варенье, нет на свете. Полезнее и вкуснее. Вот. И она должна быть, скажем, в саду. А под ней вот столько отводков, и это готовое подвой. Их можно не пересаживать. И вот тут уже ладно, все-таки здесь не лучшее место для черешин, а там они все будут, вишня такая же будет выпилена, а под ней 10-12 вот таких отводков, расположенных через метр-полтора друг от друга, будут все привиты на самые, как я называю, мои самые морозыки в черешнем мире. Теперь возвращаемся к грушам. Загадочная, захватывающая тема. Итак, если бы мы обратились в битву экстрасенсов и сказали, ага, вы такие фантастические люди, вы умеете, знаете вещи. Что вы можете сказать, я бы задал вопрос, что вы можете сказать про эти груши? Вот. Чем, что в них общего? Это один сорт, разные сорта. Ну, конечно, кто-то бы сказал, не задумываясь, конечно, разные. Да еще бы повел бы вот так руками, вот так это. А кто-то бы сказал, нет, вопрос подвохом. Черт его знает, но на всякий случай скажу, что это один и тот же сорт. Вот. Тем более, если слышали фамилию Железова, значит, что-то опять что-нибудь намудрил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Итак, перед вами, друзья мои, загадка. Давайте так. Конечно же, если бы это были разные сорта, я бы этот разговор бы не затевал. Значит, уже только логически можно предположить, что Железов намудрил. Что намудрил Железов? Не собирался я мудрить, друзья. Помните, как там кинокомедия? Не виноватая я. Хе-хе-хе-хе. Вот тут уже можно говорить без трагизма, когда я рассказываю, как убивают деревья. И самое страшное никогда убивают. Вот. Учителей же фактически садов-то нет, а они учат других, чтобы у них тоже садов не было. И вот я сейчас вам рассказываю впервые, чуть ли не первый фильм без трагизма. Без этих, это самое, так сказать, мрачных мыслей. А наоборот, о интересном и загадочном. И, знаете, когда упоминаешь Лысенко и Митюрную генетику, многие сразу становятся грустными и готовы тут же фильм отключить. Смотрите, насколько это интересно. У меня же многие вещи, да, вот смотрите, сейчас целый класс появился персиков, да. Ведь началось с одной почки. А вы видели, какой персиковый сад у Чернобаева? Это самое, там дети и внуки той самой почки моей, да. Вот. И так же много-много-много. Одна почка, а потом пошло-пошло. Ведь здесь же этот самый, Сольбай, Левицкий же сад, тоже когда-то с одной почки. В тысячах садах растет, на рынках бедра стоят с плодами. Размером 340-50, даже 60 грамм. Вот. Все с одной почки. И вот показывает такой же пример, но пример один из загадочных. У них много. Я хочу, чтобы вы стали, ну, представим себе, летчик, командир, стратегический бомбардировщик, который каждый год, я верю, каждый, чуть ли не каждую неделю, атомные бомбы возят вдоль границ с Евросауизом. Как бы это ни грустно было, да. Вот. Ему это надо. Вот. А по-моему надо. Вы знаете, что без сада, без вдохновения невозможно. Вот. И мне бы хотелось, чтобы пожили такие вещи. Но, чтобы вы знали границу возможного. Видите, какое вступление длинное. А теперь к делу. Итак, я достаю веточку, пробую плоды, груши, которые называются лесная красавица. Ну, вот. И видите, вот эти груши по краям, да. Вот такими грушами, только, правда, они еще длиннее были. Вот. Может, поуже, но подлиннее. Такие встречались. Меня угощали. Вкус был прекрасный. Ну, как сказать, просто хороший. Я взял и вырастил два дерева. Одно посадил соседу, одно себе. И больше места не было, почему пришлось второе дерево соседу садить. Вот. И за обеим наблюдал. И у меня, о ужас. О ужас. Ветка-то срезал-то сам. Я. В чужом саду. И у меня вместо вот этого чуда. Вот оно. Так. Которое я ожидал. Выросло вот такое. Но это год непоказательный. Дожди, дожди, дожди. Видели у меня даже некоторые плоды, я показывал, специально были паршой покрыты. То есть, такими пятнышками черными. Вот. Окрашивается. И у меня такое впечатление, что я сошел с ума. Или я просто настолько как-то умудриться было срезать черенки совершенно, видимо, с другого дерева. Ну, что казалось бы общего. Мало того, когда у меня случился первый урожай. Ну, допустим, там штук сорок груш. Вот. Я с дерева распробовал, не понравилось. Ну, все. Мечтал об этом чуде. Скажите, согласитесь, что это чудо? А вы знаете, что вкуснее на свете нет вот этой? Ну, вот. Теперь возвращаюсь все-таки к этой моей неудачнице. Вот. Итак. Получил вот такие плоды. Невкусные. Я всего лишь... Я подождал один раз. Ну, не каждый же видит все фильмы. Я подождал. Не подождал. Я махнул рукой. Мне клин было собрать. Спилить всегда успею. Или там срубить дерево. И забыл. И уже когда вот так вот, такой же был... Нет. Ой, обманываю. Не ранний снег. Листвой когда накрыло, я проникал. И тем более забыл. Потом, когда мы проходили мимо с гостями, вот. Я увидел, или кто-то, не помню. Кто-то из нас увидел, что выглядывает груша из-под листвы. Поднял, попробовал гость и сказал, слаще в жизни не ел. Я махнул рукой, проводил их. Потом меня это заело. Ну, я-то пробовал, она же невкусная. А прошло недели три, как она лежала. И это. И ее накрывало листвой. Я возвращаюсь, поднимаю грушу. Господи, ее есть, это самое. Это же райская пища. Это в районе может быть слаще. И вот я успокоился, думаю, все-таки думаю, как? Ну, хорошо. Мне попался прекрасный сорт, но лесной красавицы тут и не пахнет. Ведь грушу же не зря красавицу назвали. Вы не смотрите интернет. Когда вы наберете лесная красавица, фото, вот эти три слова. Груша, может, четыре слова. И там будет длинная фотогалерея. Каких там только груш под этим видом? Ну, вы же понимаете, продавать-то надо саженцами. Что угодно там поналепят. В общем, там множество сортов. Причем из них из 199 лесная красавица отношение не имеет. И вот, значит, я успокоился. У меня есть скромная, но замечательная груша. Кстати, окрашивается, но в этом году не окрасилось. Полтора месяца дождь и ранний снег. То есть получилось так, что не хватило солнца. Но вкус изумительный. Вот, чего нет-нет. Полежала. Полежала. Это же снято было не сегодня. Вот. Полежала, полежала. Где-то она уже у меня... В общем, есть... Она такая же уровня, как эта. Но! Все-таки получается, что это разные сорта. И вот одно из моих открытий, которое постепенно, одно из многих моих наблюдений, которое совершило переворот в моем сознании и, надеюсь, научном сознании произведет. Потому что это вам не шутки. Вот. Здесь вам не тут. Здесь вам не там. И здесь вам нигде. Почему? Сейчас поймете. Вот. Я сильно обижаюсь на современную науку с ее равнодушием и нелюбопытством. Итак. У меня получились плави такие, у соседа такие. И так продолжалось лет 10. Вот. Урожай прекрасный. И это самое... Перестало подмерзать. Это все-таки Бельгия. Если это все-таки лесная. Но я уже решил, что это не лесная. Ну и бог с ней. Вот. Зато вкусная. В этом году... Нет, не так. Несколько лет назад я подарил черенки Чернобаева. Это с его сада. Это было снято несколько дней. Ну, может, недели две назад с его сада. Мы сейчас только были в этом саду. Видели эти молодые груши. И видели уже дерево, усыпанное этими грушами, в одном из фильмов. А несколько лет назад я еду с деревни, проезжаю Сизою. Нет, не так. Я еду. Да, проезжаю Сизою. Голосует женщина. Не успели мы доехать до моста. Как она успела сказать, какая... А я же саженцы начал продавать такие. У меня был период долго. Грустный, мрачный. Денег нет. Вот. Кроме пенсии ничего нет. Я 51 год ушел на пенсию. Вот. Пенсия ниже средней по России. Я начал некоторыми вещами торговать. Ну, называя вот это красавицей. Позорюсь, потому что вижу, что вроде и не лесная. Ну, где-то в душе, что все-таки лесная. Так. А про эту красоту начал забывать. И вот она сидя в машине и говорит, а саженцы уже продавал вот этой. Константинович, какое у меня выросло это дерево, какая груша. Плоды огромные. 400-450 грамм. Я шалел, говорю, вот извините, вы в город торопитесь. Давайте разверю машину и пойдем к вам. Потому что вы меня сейчас с ума сведете. Вот. Разворачиваемся. Приезжаем к ней в Сизой на участок. Заходим. Крупнее вот этой. Правда, она была зеленая. Не вот эта вот красота. Зеленая, но крупнее вот этой. А у меня крупнее вот этих, кто уже много лет не было. И фотографии есть. И фильмы есть. Вот. Ага, пол дела сделано. Все-таки она может быть огромной. И все-таки я все равно называл лесной красавицей. И вот заплодоносила у Чернобаева. И он мне говорит, Константинович, извини. Я уже и к Филиппеву, я уже и к Тотарову, я уже и к этим. Все говорят, это, это самое, разные вещи. Вот. Давай, говорит, так, или это не лесная красавица, или это. А у меня еще был случай. Я в магазине видел вот такой формы. Вот. Только окрашенней. Вот. И тоже назывался лесная красавица. И написано было, поверите, нет. Новая Зеландия, на том конце света. О, как здорово, сказал я. Все-таки форма соответствует. А размер нет. Вес нет. И я тогда снова решил ждать. И вот когда вот это получилось, вот. Я подхожу к своей дереву. Так. И что я вижу? Плоды все такие. И вот она с этого дерева. Но на самой верхушке, с 3-4 плода, вот такие вот. И тогда я сказал себе, что, друзья, значит, вот этот разброс возможен. И это оказалось правда, и это лесная красавица, и это лесная красавица. А теперь вопрос, как это получилось. Ответ мой такой. Ответ. Хотя на меня злятся, когда я себя называю мичуринцем и лысенковцем. Еще раз говорю. Я сторонник агронома Лысенко. Я сторонник садовода Мичурина. Давайте на этот момент забудем, что один академик, а другой еще и президент академии. Вот. Я хочу сказать, что это очень наблюдательные люди. Мичурин, значит, посмотрите его фильм. Там есть слово, которое... Да, просто, даже художественный фильм. Ведь он взят-то из жизни. Это не значит, что ему какие-то слова приписали. Нет. Они действительно проезжают мичурину. Изменчивость. Но я вам сейчас предлагаю варианты какие. Итак, генетика. ДНК жесткий. Вот. Этого. На одном... Чтобы вот с одной почки. Еще раз говорю. У меня пошло все с одной почки. Почка превращается в дерево. С дерева берутся черенки. Попадает на другое дерево. Но подвой-то у Чернобаева уже другой. Он тоже, говорит, у Сурийской. Но он-то у меня не брал. Где он ее брал? Вот так вот. Поэтому давайте, друзья мои. Один момент. Вот таким вот образом. Значит, генетика с его жесткой конструкцией ДНК не проходит. Вот. Теперь цепляемся за словами Черна. Изменчивость. Изменчивость. Значит, у него получается другая почва, уже немного другое дерево. Вот. А дальше, ну, не только почва, многих факторов. Вот. Климатические широта. Да, он даже излучение, слово применил где-то в одном из своих статей. Слово излучение. Вот. Ну, не космическое как-то он его обозвал. Ну, то есть, все серьезно. И вот я пытаюсь это объяснить как. Теперь мое объяснение. Чтобы меня не считали. Получите такие плоды. Вот. Когда железы к Сергеевым вышли. Радуйтесь. Вкуснее не бывает на свете. Даже в раю. Получите такие плоды. Радуйтесь вдвойне. Но, никакого обмана нет. Никакой халтуры. Здесь просто произошло то, что произошло. Итак, внимание. Деревья плодовые появились раньше нас, людей. Можете отнести это к божественному происхождению. Может, к тому, что селекция природы шла по принципу. Семена брали самых... С наиболее сладких плодов они получали преимущество при разносе семян и при размножении, фактически. Вот. А человек появился недавно. Ну, что из этого следует? Человек мешался и начал создавать разные условия. Вы представляете, когда Латинков отправляют в Канаду черенки? Близнецвет, да? Представляете, где родина этого чуда? Вот. Лес. В Бергии, возле какого-то там поселка, где была найдена фермером, вот, представили? Вот это вам не доказательство. Мне говорят, не, это не доказательство, что она в лесу росла. Птичка из культурного сада принесла. Но что-то в культурных садах ничего близко такого в Бергии не обнаружилось. За 19 век это вам не 21-й, когда все поставлено на поток. Где буквально это самое, сейчас это инженерия и это самое, и промышленность. Сейчас садоводство любительское и научное фактически превратилось, исчезло, появилась индустрия. И вот, не было человека, вот эта красота была. Ну, как было? Шли ледниковые периоды. А сейчас я вынужден сказать, что мне пришлось прервать для вас, многих, скучное для меня интересное, захватывающее повествование о генетике, в данном случае груш. Выйти на улицу, приехали друзья из Майны, и я без всякого сожаления, вот такой персик, поменьше ростом, персик шлихта, вот еще один. Вот такой, они близко росли, все равно пересаживать, взял им подарил. Почему? Откуда они, к сожалению, это будет садублер. Они его будут укутывать. Вот для этого и нужен садублер. Знаете как, вот сейчас мы с Бродским, извините за выражение, еле живы. Все лучшее позади. И теперь представим себе, что я, Железов, имею вот такую уникальную коллекцию, это только маленькая часть, теряю какой-то сорт. Вот потерял я, например, с Таркером сонсорт, ничего, веточку срежу, Чернобаева весной привью. Вот, захотел я иметь 400-граммовую, у меня же Антоновка обыкновенная, 400-граммовую, значит, саженец. Вот он, кстати, я вам уже показывал, когда делал обрезку. Обрезка, это называется предпосадочная подготовка. Вот видите, посмотрите на ком земли, как он вам. Вот, когда имеешь дело с Сибиркой, ты имеешь вот такой вот, имеешь вот такой вот, вот такой вот ком земли. Согласитесь, что приживется с гарантией. Вот, ну и то же самое с комом земли, был выкопан с трюмком, положен в корыца и увезен персик шлихта, увезен во имя спасения. Вот, а и догадайтесь, жалко, что я не догадался, фильм при них, вот, снять этот кусочек. Посмотрите, какой я делал обрезку, видели? Я им оставил один огрызочек высотой по колено, а второй огрызочек высотой, ну, полтора карандаша. Там была вот такая развивка. Вот, это означает, что приживется сто процентов, посадят, несмотря на погоду. Вот, никаких шансов на умертвление нет вообще. Вот, поймите, массовая гибель, друзья мои, тысячи миллионов саженцев, из посылок, с рыночью, связанных с тем, что вам уже продают или мертвые, или полумертвые. О чем большинство абсолютное даже не догадывается. Вот такие деревья, вот таким комом земли, можно пересаживать и даже, можно пересаживать даже, фактически зимой. Почему пересадка затеяна сейчас? Потому что, к сожалению, сердце давит страшно, я не покажу вам прием под названием вертикальной посадка на постоянное место, на пологий холм, и одновременно еще и прикоп, то есть в вертикальном положении. Вот, не покажу. Все, наверное, я... А, я вам покажу фотографию, она настолько красноречива, что... Главное, что потом, глядя на эту фотографию в фильме, пожалуйста, будьте добры, возьмите и... Представьте себе, что начинает таять почва, она оттаивает, раз этот холм имеем, то есть не холм, а курган, который закрывает должен пол саженца, и он она быстренько-быстренько, по мере оттаивания, пальчиками-пальчиками и убирать. Оттает на толщину пальца, убрали немножко, и так пока. И окажется, что он уже растет на постоянном месте, и с осенью маленько прижился, маленько, и весною окончательно с первыми лучами солнца оживет. А не потом, когда месяц ждете, когда оттает почва, пока вы копаете ямы. Дебильная, кстати, яма, скажу вам. Чем больше ямы, тем она дебильнее. Так вот, и потом садите полумертвый. Если он оживет, то к осени это жалкое зрелище, саждание, которое не готово к зиме. Вместо метровых веток, которые получаются у моих саженцев, я вам показывал саженцам по полтора года, а не полтора моих роста. И скелет шире этих самых, чем на раскинутые руки. Вот. Ну и последнее, что я хотел сказать. Надо закончить разговор о грушах. Снова уселся. Не смог выполнить программу, показать вам то, что надо делать перед самой-самой зимой. То есть вертикальный прикоп, изобретенный мной. Это панацея, потому что я уже говорил вам. Скажу хотя бы словами. Вспомните последние-предпоследние зимы. Вспомните сырую почву почти всю зиму в Подмосковье, на многих других регионах. А представляете, что в прикопе делается? Правильно? Саженцы гниют, посаженные по стандартной схеме. Но, извиняюсь, вертикальный прикоп, по-моему, я так за все годы, что снимаю фирмы, а это года два, так и не показал. Только фотографию. Прошу прощения, кажется, порох у меня все-таки закончился. Ну вот я уселся у окошка, снова показываю прекрасные груши и утверждаю, после того, когда я этой осенью увидел, вот такие груши же и висели, далее того, часть была порошой, слегка потрачена. Показывал и это, все по-честному. Она подвержена влиянию сырости, не отрицаю. Да? Вот. Да, следов Порши, это, ну ладно, Поршу уже говорил. Так вот, значит, получается, когда-то была одна почка, потом в этом году я окончательно идентифицировал, увидев среди таких груш на самой верхушке вот такие груши уже на своем дереве. Итак, подозрение Чернобаева, что я ему подсунул, образно говоря, подсунул вот этот выдающийся сорт и это не лесная красавица. Ну уж красавицы вы не найдете, наверное, в природе, да? Груши красавицы можете найти? Ну, разве что лесной красавицы, ой, разве что нарядный фимов не уступит красоте. А вообще-то, я вам скажу, да, грамм 300 тут точно есть. Ну, ладно. А вот это едва ли не больше той. Вот, так, ладно, полюбовались. Итак, я о железах окончательно утверждаю. Первое, что никакой халтуры нет и быть не может, что это один и тот же сорт, что это почки, с которых были выращены саженцы, это почки, когда-то были на одном дереве. На самом первом, который я здесь привил, из которого брал черенки Чернобаев, которому я давал черенки Чернобаеву. Вот так вот. Ну, и еще раз говорю, я торжественно заявляю. Ребята, у меня 66, да? У меня лучший сад, как минимум, в Сибири. Извините за понебрасство, я обращаюсь к ученым. Вот таким тоном уже. Ребята, проснитесь, займитесь настоящим садоводством. Очень вас прошу. Не надо, чтобы простой любитель Чернобаева утирал вам нос. И главное, чтобы у вас это получалось, вернитесь к Мичурину. Изменчивость имеет место быть, и ей надо пользоваться. Ей надо пользоваться. Вот это слово изменчивость, за которое Мичурин пострадал так, что его имя на всякий случай постарались забыть. Вот это слово изменчивость находится перед вами. Вот. А я еще от себя добавляю. Вегетативные гибриды, это мое мнение. Есть два полярных мнения. Мнение науки. Их нет. Кстати, вот они перед вами лежат, но их нет. Ну, мерчится. Мне померечилось. И вы включили компьютер во сне, и видите сон. Нету их. Ну, вот, это крайнее мнение науки. Противоположное мнение Мичурина-Луисенковской школы, что они есть и имеют право быть. И мое мнение Железова особое, из двух оно третье. Вот. Как всегда, особое мнение. Оно заключается в том, что вы видите вегетативные гибриды. Что то, что это, что в центре, что справа, что слева. Но они не повторяются. Если бы проведен анализ генетический, вы бы видели каждый раз некоторые изменения. Бродски их называют микроизменениями. Вот. А иногда они вопьют. Вот это крайний случай. То, что вы видите перед собой. Они вопьют. Они говорят. Возвращайтесь к Мичурину. Используйте свойства насыщения ментора по Мичурину. Используйте свойства насыщения ментора по Железову. Вот. Я когда придумал то, что называется насыщение ментора, хотя это все равно школа Мичурина. Просто я придумал практику. Особое условие, да. Я когда это придумал, вот. Я, наоборот, пытался сохранить эти качества. Вот эти вот. Чтобы вот и такое было всегда такое. А получил такое. А у Чернобаев такое. И получается так, что я рано или поздно пришел к выводу. Дегитативные гибриды существуют в единственном числе. Даже если вы привьете на что-то, вы уже абсолютно копию не получите. Вот. Вот это крайний разброс. Остальное будет промежутки между этим. Почему? Пытаюсь я это самое своим свиным рылом влезть в калашный ряд со своим объяснением. Итак, были ледниковые периоды. Были времена, когда климат был точно как в раю. А может и рай был на земле раньше. И вот в этих условиях одно и то же дерево существовало, если было худо, расцветало в лучшее качество, если было, наоборот, климат был мягче, позволял. Вот. И то, и то, и то откладывалось в ДНК, в генетике. Получился полный набор вариантов. А у каждого дерева есть компьютеры. Ну да, мне кажется, что этот компьютер не в дереве, а там, на небе. Потому что мы не можем найти вроде бы разумное все. Они прекрасно реагируют как все как положено. Вот. Но не находим у них ни мозгов, ни компьютера. но где-то компьютер есть. Или у них внутри в деревьях, или на небе. Команды знают, да, то, что семена получают команду с неба, это я уже установил точно. С неба. С неба. вот. И не буду разговаривать. Тема меня и так уже обзывают. Так вот, значит, раз команды, то есть так, раз есть компьютер, он посмотрел, ага, перевезли его за тысячу километров. Он схватился за голову. Или погиб, или приспособился. Для этого у него есть особый набор генов. Именно на этот случай. Холоднее будет, смотрите. Почему он два раза мельче? Значит, у него два раза больше семян. значит, это что? На случай, когда холоднее. К слову сказать, у Чернобаева теплее еще в дня, зимой на пару градусов. Вкладывается в эту гипотезу. Вкладывается. Вот. Значит, в ближайшие годы начнется прекрасный, допустим, климат. Они, даже это же дерево, а до должности на верхушке нет таких плодов. Почему? Там больше солнца. Вот. Дало. И получается так, что третье место попадает, а там, допустим, подводи совсем другие и так далее. Все. На этом, друзья мои, я заканчиваю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok